Что там? Проект новый? Да, новый проект. Как вы знаете, физра завязаны с молодостью и лицом? У меня тут проектир, который я буду помогать девушкам молодеть. Всем привет, присоединяемся, присоединяемся. Задавайте вопросы, что вам интересно. Ушел? Нет, пока что на выходные, но в ближайших планах, в ближайшем будущем собираюсь уходить, потому что, если честно, уже не вижу смысла там находиться. Похож на Ван Дамма, да? Похож. Говорили. Особенно, когда похудею. Всем привет еще раз. Расскажи, что с солей. А с солей, ну, пытаюсь. Я же говорил, что если хоть один шанс у меня останется, я буду его использовать. В любом случае. Ну, как все дела? Я думаю, думаю, что все хорошо. И думаю, и надеюсь на это, даже уверен. Вопрос, когда это будет, когда это все разрешится. Ну, вопрос времени. Рома уходит с проекта. Какой Рома? Дочке сколько лет? Дочке один с половиной. Шестой класс идет. Привет, привет, привет. Какой Рома уходит с проекта? Капа, что ли? А, это Гриценко, наверное. Не знаю. Увидим, когда Москву прилетит, посмотрим. Привет из Минска. Привет. Привет, Минск. Гриценко, да, Гриценко. Ну, говорит, что уходит. Если честно, я когда смотрел вот эту ситуацию, очень похоже на мою, когда я был на островах, то же самое было. Я сидел и говорил, что или я буду с солей, или я ухожу с проекта. Вот, и сейчас Рома тоже. Наверное, острова так действуют на людей. Хотя я от своих слов не отказываюсь. Так все и будет. Панчурского Павла. Не знаю такого. Рома с Олей помирились. Ну, как сказать. Нет, Оля, ну, она дала понять, что она как бы не простит измену. Хотя по факту измены никакой-то и не было. Они же не в отношениях. А в Москву он куда собирается? Да он уже давно собирается. Уже неделю назад просился. Привет, Екатеринбург. Когда на поляну. Ну, мы сейчас вот на выходных и потом на поляну. В Москву, я думаю, что через недельку, может, через две Рому отправят. Оля выбрала парня себе замуж за Бузову. Не знаю, если честно. Я вообще телевизор не смотрю. Нет возможности. Ты что, ушел с проекта? Нет, ушел на выходные. Привет, как дела? Смотрю тебя всегда. Дом-2. Ты в Минске? Приезжай в адреналин на Кравушкино. Да, я в Минске, но скоро в Москву. В четверг после 18. А что будет по этому адресу? А, в адреналин на Кабушкино после 18. И что меня там ждет? Интересного? Заинтересуете? Может, приеду? Оля Бузованова слышала, точно не собирается приветствовать вам. Спасибо. Обязательно буду добиваться и добьюсь. Спасибо. Спасибо. А ты вообще другой тут какой? Какой другой? В каком смысле? Хуже, лучше? Одел дочку в школе. Если честно, уже мама этим вопросом занималась. Я даже не знаю, если попросят, обязательно. А что считаете, что надо? Спасибо. Качнем грудь. Я сегодня грудь уже подкачал, что уж судорога сводит. Но в остальных адреналинах только на жизнедорожной. Где дочка? Дочка у мамы дома. Думаю, может быть, завтра еще с ней встречу, посмотрим, как договорюсь. У них тоже там свои дела, не так все просто. Ты с кем? Егор, ты честно насчет Оли? Да, честно. Мне кажется, я самый честный на этом проекте. Когда снимался проект «Замуж за Бузову», не знаю, вообще, честно говоря, не в курсе. Я ни свои проекты, ни свои эфиры не смотрел, ни вообще телевизор не смотрел. Последние два с половиной месяца, поэтому не в курсе вообще, что там идет и когда что снимается. Дашь пару уроков? Ох, это дорого получится. Всем привет. Апинчук на поляне, Апинчук на острове. Ты где? В Минске, сейчас в Минске. А где я? Так сказать, ну понятно, как кафе называется. Ладно, секрет. Ты перечисляешь деньги, Женя? Конечно, перечисляю. Эта вот тема поднялась на шоу, была. Якобы я не платил там деньги за это, за алименты, да, но это было, может быть, лет пять назад, какие-то были проблемы, может, с работой, я, честно говоря, уже сам не помню. Конечно, плачу. И плачу то, что надо, и покупаю дополнительно, и хожу с ней, гуляю, и все, 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 что ей нужно, и обязательно покупаю. Потому что это самый дорогой человек мне, поэтому на него ничего не жалко. А то, что там говорили, когда журналист это говорил, это все. Лишь бы чуть-чуть меня хотя бы очернить хоть чем-то. Нет, проект не ушел пока, но собираюсь. Высокомерно Оля ко мне относится. Мне кажется, что просто положение обязывается на ведущие, я участник, и как бы как бы так получается, что ей нужно себя так вести. Привет, Маша. Кельчук строит семейные отношения. Кельчук с Никитой вроде бы там что-то. Он к ней проявляет интерес, и она вроде бы не против, она улыбается, заигрывает с ним. Он на поляне, она на Сейшелах. поля добиваясь. Обязательно. Нет, проект не покинул, пока на выходных. Отдыхаем. А где именно в Минске? Малиновки. Гриц на островах. Я думаю, что его скоро должны, конечно, Москву отправить, но это будет, может, на следующей неделе или через две недели. В ближайшее время. Привет. Всем привет. Живее. Ну, потому что отдохнул, выспался. Поменял немножко обстановку три месяца как бы в одних условиях. Как получается, так себя веду. Волнуюсь, потому что действительно очень нравится. Никогда такого, если честно, вообще не было у меня в жизни. обычно кто-то симпатичный и все. И можно спокойно подойти, поговорить, пообщаться, позаигрывать. А тут совсем другое дело. Как вот, знаешь, первая любовь, что такое, почему-то не отправиться. Отдыхаем. В отпуске. Спасибо. Закомплиняем. Вот. Поддержку тоже спасибо. Ну, рассмотрите, и сейчас прямой эфир смотрите. Значит, в любом случае нравится. Да? соль я сам разберусь. Надо ничего подсказывать. Я все сам вижу, как, что получается, какая ситуация. Делаю, как считаю, нужно. А там будет видно. Сколько лет? Мне сколько лет? Мне 33. Будь уверен, не уверен. Не уверен. Не уверен, что он таких любит. Горицын, как раз, уходит с проекта. Он говорил, сказал, но я не знаю, если честно. Просто сейчас в расстроенных чувствах, ему тяжело, неприятная вся эта ситуация. и я еще раз повторю, что как бы напоминает мою ситуацию, что я тоже сказал, я буду или солью, или я не буду вообще на этом проекте, ни с кем строить отношения, соответственно, и смысла находиться здесь нет. Что и он сказал. Ну, посмотрим, как изменит свое мнение, когда Москву приедет или нет, прилетит. Саймон вернулся на проект. Да, вернулся. Колю Бузовой, но я с ней мало общался, если честно. К этому хорошо отношусь. Пока никаких негативных, негативного отношения не возникало. Привет из Пскова. Привет. Просит показать, с кем я сижу. Подожди, скажу, помаду, да? шикарно. Сижу, с деловым партнером, потому что мы планируем проект, проект, делаем, да, уже как бы реализуем проект. Очень интересно. Скоро увидится в Инстаграме. Все покажу. Поэтому следите за моим Инстаграмом. Будем делать и меня, и вас всех красивее, моложе и без инъекций. видны. Видно у вас с обоих сторон симпатия, конечно. Приятно слышать такой комментарий, если честно. мне тоже так временами кажется, но временами, конечно, она показывает другое своим поведением, но бывают моменты, когда мы так глазами встретимся, и я вижу, что какой-то интерес ко мне действительно есть. очень приятная поддержка в этом вопросе. Я в любом случае буду идти до конца и сделаю все, чтобы все получилось, чтобы добиться ее, потому что я действительно очень очень сильно влюбился в приятие большого Астрахани и там и нам привет передай. Привет, Астрахани. Привет, привет. За Бузой был бы шанс, во-первых, я не убираю, так само получилось. Зажато, потому что ситуация такая, потому что все на камерах, потому что я вижу, что ей некомфортно, мне тем более некомфортно. да, сейчас в Минске. Привет. спасибо, и тебе хорошего вечера. Минск, соскучился по Минску, очень рад, что я приехал. отдыхаю, расслабляюсь. поле 39 или 40 лет. 40, а мне 33, 7 лет, 6,5. спортзал. какой спортзал, в котором я работаю, я сегодня, кстати, не выходил, может быть, можете меня встретить. Адреналин называется, адреналин на железнодорожный Минске. Так. Может, ко мне на проект? Ко мне, конечно, можно, но понятно, что ничего не получится, поэтому лучше присмотри к вам другого, ну, или просто приходи, как бы, ко мне и все. Пройдешь, а дальше будешь смотреть, как тебе нравится. Еще. Привет, Казахстан. Ты суперский. На, пару дней. Привет, Липецк. Точка в школе готова. Привет, Ангелина Гертман. Нет, я не ушел, собираюсь. Давно об этом говорил, но пока что на выходные просто уехал. спасибо за сообщение, такое, за комплимент, что мы смотрим очень приятно, конечно, потому что обычно пишут только негативные комментарии по поводу того, что это подстава, что я хочу сдержаться на проекте, хотя я сколько раз уже повторял, что на проекте я, за проект я не цепляюсь. Если будет понятно, что с Олей ничего, как минимум в рамках проекта не получается, то я буду уходить, потому что я не хочу там сидеть просто бесцельно, потому что ни с кем больше отношений там не хочу строить, никто мне не интересен. Я уверен, что если какие-то новые приходы будут тоже, ничего не изменится, меня сравнивать с Гриценко и Бузовым не надо, потому что моя ситуация, я повторял, что я по полтора года добиваться не собираюсь. мне кажется, что человек сразу видно, есть интерес к человеку или нет. Общается с ним. Общаемся, да? Общаемся. Спасибо. Вешу. Сегодня в зале вес нас 94 килограмма. Спасибо большое. Целую. Целую всех. спасибо. Очень приятно. Все, друзья, надо мне идти, уже поздно. еще надо ехать домой и ложиться спать, потому что все-таки поехал на выходные отдыхать. Вот немножко расслабился, нужно и выспаться. Очень забыв, когда последний раз уже высыпался, вставал без будильника, без того, чтобы тебя разбудили на проекте, поэтому очень хочу спать. Все, всем пока. Спасибо. Буду вас ожидать в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok